от 5 до 6 секунд а рендер тайм полностью говорит нам о том сколько просчитывалась полностью вся секвенция анимации 6 минут 20 секунд как работать с панелью истории при работе с секвенциями анимации перемещаться от кадра к кадру можно клавишами вверх-вниз а чтобы скрыть вот эту папочку можно нажать на клавишу влево у нас фокус переходит на саму папку и снова влево мы скрываем полностью сворачиваем всю историю кадров менеджер изображений кроме того чтобы показывать нам результаты рендеринга может нам и помогать в редактировании некоторых параметров используя опцию enable filter на закладке фильтр мы можем здесь вносить кое-какие изменения например изменять насыщенность яркость можем добавлять контраст и изменять таким образом изображение после нажатия на кнопку create post effect все наши изменения добавляются в настройки рендеринга в качестве фильтра color correction то есть специального эффекта и все наши изменения здесь дополняются при повторном просчете той же самой секвенции все эти изменения будут применяться автоматически к рендерингу кроме этого когда у нас просчитана анимация мы можем ее из менеджера изображений сохранить в определенном формате для этого можно перейти на панель истории history и правой кнопкой мыши выбрать здесь save as выбирая из типа можно выбрать still image в данном случае будет сохранен как отдельное изображение текущий кадр мы можем выбрать здесь например quick time movie выбрать здесь animation и продолжить настройку дальше можем указать диапазон кадров от и до можем указать частоту кадров можем указать разрешение и под кнопкой options мы можем выбрать дополнительные параметры для сохраняемого видео для тех кто работает с видео и анимацией эти все параметры должны быть в какой-то степени знакомы и соответственно используя свои предпочтения зная особенности своих задач вы можете настраивать здесь необходимые параметры и с этими параметрами после нажатия на кнопку ok вы можете сохранять и с этими параметры протянуть